А как же мы войну-то выиграли? Кровью, большую, большими жертвами. А разве можно Великую войну, если она Великая война, а не мелкая какая-нибудь, выиграть только кровью и только мясом? Оказалось, можно. А чем бы мы воевали? Когда мы в 1941 году сдали в плен 3 миллиона, мы сдали регулярную армию. Кем мы воевали-то? Мы воевались до того, что в 1944 году в окопах уже появились язвенники, какие-то кривоногие, кривожилые, когда по четвертому разу, по четвертому ранению из госпиталя стали возвращать на передовые людей. Это что такое? Говорим об бесчеловечности. Вот она. Хорошо было сказано у Симонова, когда он вел передачу, замечательную передачу, что всю правду войны знает только народ. Когда я поработал над военной книгой, я понял, что Симонов не прав. И народ не знает всей правды. Знает только Бог всю правду о нашей войне. Настолько она преступна, настолько она кровава, такая всеобъемлющая. Так в нее много вошло всего. Мы расстреляли миллион человек на фронте. Миллион. Кто может еще сказать? В каждой русской семье Гитлер кого-то убил. У меня деда убил, у вас убил. Так у нас свои убийцы родные были куда с добро. Они столько поистребили своего народа, в отличие от Гитлера. То есть Сталин страшнее, чем Гитлер? Конечно, конечно. А как можно сравнивать, Виктор Петрович, но тот фашист и этот фашист, что Гитлер, что Сталин. Какая разница, кто из них больше убил, если оба фашисты? Там спасло Германию что? У власти был 12 лет фашизм. И Германии только повезло в том, что она имела этого товарища всего 12 лет. А мы 70. И вот наши результаты за 70 лет. Там за 12 лет едва разобрались и на ноги устали умные, трудолюбивые немцы. А мы, значит, и после 70 не можем ни встать, ни наладить, ничего не надо.